доброе утро всем кто меня смотрит доброе всем добрейшее веселейшее утро мы находимся сейчас в главе которая называется ахарей мод после смерти двух сыновей арона и мы изучаем изучаем значит всевышний после того как произошло несчастье он нам лишь несчастье это умерло два сына арона он нам решил сообщить очень важные законы законы как подниматься на самые большие вершины святости и дал заповеди о йом кипури вот я слушал сегодня урок утром я слушал урок очень очень этот урок прям сильно глубоко уходит в тему что это вообще за такое вот этот вот козел отпущения которого отсылали к азазель в йом кипур это что получается что тора которая главная своей идеей до утверждает идею бога создателя мироздания который сотворил все который был есть и будет который основа всего и нет никого кроме него да то есть нет ничего кроме него все это он и вдруг самый святой день самый святой день года йом кипур день я когда прощаются все грехи когда идет соединение со всевышним на самом-самом высоком уровне напоминаю что как идут праздники вот идет рожа шана дорожа шана это начало года почему-то это седьмой месяц и 1 ти шире 1 числа 7 месяца называется это день рожа шана рожа шана для началу года почему начало года ведь первого насана gissan это первый месяц 1 числа первого месяца низана это начало года почему в седьмой месяц первого числа называются называется это день рожа шана начала года это первый вопрос потом после этого рожа ш оно идет 10 дней раскаяния и после этого идет идет йом-ти-пур день искупления почему значит денег ну ладно день искупления понятно на 10 день после начала года если человек 10 дней пересматривал свои дела поступки и он изменился ему прощаются грехи все понятно здесь более-менее логика усматривается теперь есть в талмуде вопрос когда был сотворен мир он был сотворен в ниссане или в тишрее и есть мнение что в ниссане в первом месяце есть тишрее какой здесь ответ очень практичный ответ очень нас сильно с вами касается любая любое событие которое происходит оно имеет два два начала первое начало события это когда человек его задумал это начало когда у него появилась идея это сделать второе это когда произошло у всевышнего было то же самое то есть в ниссане он задумал мир это было рождение мира это было рождение мира в идее до всевышнего грубо говоря если мы переводим на понятный для нас язык то в начале в начале было рождение идеи до идея вот будет мир до подумал всевышний образно мы переводим на наш язык подумал то есть появилась какая-то первичная что такое идея это первичная некая выражение чего-то дальше в какой-то момент эта идея бах становится она реальностью значит тишрее был создан первый человек значит и мир вот то что идет рассказ о сотворении мира в начале бог сотворил небо и землю это было уже все в месяце тишрей теперь дальше дальше мы смотрим йом-ти-пур до день прощения грехов читаем недельную главу нужно взять двух козлов один козел приносится в жертву в храме это жертва всевышнему а второй козел жертва а за зелю вообще сатану как так это ну зачем приносить жертву сатану в святой день комментаторы говорят что действительно это это а за зель да есть два как бы объяснение таких кто этот этот а за зель есть объяснение что когда бог перед потопом он написано что он пожалел о том что создал человека человек полностью извратил свой путь а что значит извратил свой путь да извратил свой путь имеется ввиду что человек он начал менять полностью вот это все мироздание все животные все пошло хаосом все пошло хаосом то есть то как всевышний задумал и создал мир оно пошло все хаосом и бог сказал все я этот мир стираю мне ну я не готова мир создавал чтобы мир пошел хаосом и в этот момент пришли два ангела и сказали что но есть же мы есть ангелы то есть мир то как устроен есть духовный мир который полностью он можно сказать он вот как объяснить значит есть духовный мир который полностью соединен со всевышним и весь духовный мир все то что мы принято назвать ангелы там есть какие-то силы и так далее они все видят реальность как есть им ничего не мешает теперь есть наш материальный мир в котором мы не видим реально с духовную мы видим материальный мир работает по законам по законам животного мира может быть даже вот я вам чтобы было понятно мне кажется здесь есть очень понятные сравнение вот смотрите есть мир физикой ньютоновская физика до ньютоновская физика это закон притяжения там какие то есть набор законов которые ньютон Ньютон сформулировал и говорит, вот так работает мир, смотрите, Исаак Ньютон сидел, думал, ну, думал, и нам говорит, вот так оно работает, какие-то формулки рисовал, там, циферки объяснял законы, все, все это записали, сделали учебник физики, все отлично. Потом приходит человек, которого звали Эйнштейн, и он говорит, вы знаете, все, конечно, хорошо, то, что Ньютон описывал, но, а если мы посмотрим на скорость там выше света, начал какие-то приводить, какие-то придумывать примеры, там же другие законы работают. И он сформулировал эти законы, там, теория относительности, какие-то еще он сформулировал формулы, описывающие мироздание, до которых Ньютон не додумался. Дальше приходят другие физики, я уже их фамилию не помню, помню, одного Нильсбор звали, и он говорит, ребята, а давайте посмотрим глубже на вещи. Кроме вот этой физики, которую описал Ньютон, кроме вот этих законов, которые описал Эйнштейн, но есть же еще атомное, внутри атома, что происходит. Атомы, кварти, частицы, электроны, они вообще ведут себя как-то непонятно, да, и там есть квантовая физика, у нее другие законы. Теперь получается, что приходят, давно уже пришли Машер Абейну, Моисей и пророки, и они говорят, ребята, то, что вы видите, это вообще не вся картина. Есть еще духовные законы, есть духовный мир, есть мир, который над нашим миром, да, он вне нашего мира, это духовный мир, там другие законы. И Тора нам раскрывает эти законы, есть каббала, это тайная часть Торы, которая передается только от учителя к ученику, или должно открыться у человека, должно открыться связь с этим духовным миром. То есть из духовного мира приходит тот, кого называют пророк Ильяу, приходят те пророки, которые были до нас, приходят, например, у хаббатских рэбэ, да, у любавческого рэбэ, у него было принято, он ходил все время на модилу предыдущего рэбэ, и они ходили все время на модилы предыдущих рэбэ, и у них они устанавливали связь друг с другом, и получали, получали, как бы, контакт, такой портал из материального мира в духовный мир. То есть вот это вот качество, вот смотрите, мы сейчас сидим, я сижу в машине на трассе между Иерусалимом и Иришон-Лиционом, и то, что вы сейчас меня видите, нам это помогает интернет, и прибор, который называется смартфон и лаптоп-компьютер, и вот эти вот два прибора, они стоят, от меня идут какие-то сигналы, эти сигналы потом преобразовываются в этих приборах. Они ни к чему не подключены, они просто даже к электричеству не подключены, но каким-то образом через воздух этот сигнал идет куда-то, оттуда он идет в разные части мира, и что позволяет Тарасу Дудко увидеть меня сейчас на своем смартфоне. Есть некие законы, которые мы с вами не видим, и большинство из нас даже не знают, это законы, по которым работает интернет, компьютер, там, и так далее, то есть, ну мы пользуемся, мы с помощью смартфона видим картинку. Теперь духовный мир, он работает так же четко, как сети 5G, или там 4G, или как интернет, как электричество, он работает, просто законы духовного мира знали только пророки. И эти пророки, они получали это знание от Всевышнего, и оно должно было быть, очень все должно соответствовать одно с другим. И вот мы сейчас, как раз один из этих законов, он противоречит другим законам, поэтому о нем так все и задумались. Почему в Йом-Типур приносится жертва, вот этот козел отпущения, на которого отпускали все грехи, и он приносился к Азазелю, то есть, на него отпускались, как будто бы все грехи на него навешивались. У него была красная такая шерсть, кусок красной шерсти к рогам привязывали, и человек специальный выводил его в пустыню, далеко-далеко в пустыню, там 10-12 километров от Иерусалима, и есть споры, куда он именно его выводил, в сторону Мертвого моря, он его уводил, или он его уводил в сторону, вот где сейчас есть, там, в общем, 12 километров от Иерусалима, плюс-минус, и он его там сбрасывал с горы. И приносил он его в жертву, как взятка Азазелю, взятка Сатану, взятка Дьявола. Но мы же знаем, что Сатан и Дьявол это не самостоятельная сила, да, это все, он тоже один из ангелов, которых Всевышний, которые все подчиняются Всевышнему. Очень хорошо в письменной торе рассказ про этого Сатана, как работает система, есть в книге Йова, книга Йова, когда был праведник, которого звали Йов, у которого было все в жизни великолепно, и как раз на Рошашана приходят все ангелы, собираются возле Всевышнего, и Всевышний говорит, посмотрите, какие прекрасные есть люди, вот посмотрите на праведника по имени Йов. Какой человек золотой, да? Йов был добрейший, святейший, честнейший, ну невероятный духовный и святой человек. А Сатан говорит Богу, а что говорит Йов-то, он просто так что ли старается? Посмотри, как он живет. У него семь сыновей, семь дочерей, у него стада, он самый богатый человек на Востоке. Он, конечно, он так себя ведет, потому что ты ему платишь. Бог говорит, давай его проверим. Давай. И, значит, дальше вы можете изучить книгу Йова. Сатан все-все-все у Йова забирает, он болеет, и все идет. Вот как раз размышления на тему праведнику, Дамир Партнер праведнее, которому хорошо, и праведнее, которому плохо. Вот здесь как раз Йов был праведнее, которому было плохо, да? Книгу Йова изучать, не знаю, я как-то не думал пока на эту тему. Хорошая идея, надо подумать, посоветоваться с раввинами. Я никогда не изучал книгу Йова глубоко, так просматривал, но есть на Йова Малбим. В принципе, можно было бы изучить. Книга Йова, говорят, что ее написал сам Машер Абейну, Моисей. И в ней действительно раскрываются вот эти вот тайны духовных, духовных миров, там, праведнее, которому хорошо, праведнее, которому плохо, Сатан. Может быть, может быть. Но давайте сейчас вернемся к нашей недельной главе. И задают все вопросы, зачем, зачем мы посылаем этого козла к Сатану, да? Зачем? В общем, отвечают на этот вопрос там Рамбан, есть Ибнезра. Если я правильно понял, если я правильно понял вот этот вот момент, то мы показываем этим самым, что те грехи, которые мы даже делали, и которые мы как раз на вот этого козла отпущения, мы на него их как бы переводим, что мы, это не наши грехи, то есть, вот, это очень такая мысль неординарная. Вот давайте ее рассмотрим. Вот смотрите, есть человек, добрый, хороший человек, да, там, Рахель Оля Дукор, например, да, вот она, добрый, хороший человек, Рахель Оля Дукор. Ну, пришла к ней в гости, например, пришла к ней в гости Ханан Голд, или это Голод, кто-то к ней пришла в гости, подружка, да, и говорит Рахель Оля, давай шампанского выпьем. Рахель Оля говорит, не, я не пью. Ей эта подружка ее говорит, не, Рахель Оля, ну, надо все-таки, там, Рош Ходыш и Яр, потом Йомат Смаут, День независимости Израиля, может быть. В общем, она ее начинает уговаривать. И, значит, она, Рахель Оля говорит, ладно, давай выпьем шампанского, давай. Выпили они одну бутылку, вторую бутылку, третью бутылку, четвертую бутылку, а после уже Рахель Ора не помнит, что там она делала. И, значит, показывать ей после этого какие-то видео, да, и говорят, ну, вот, Рахель Ора, да, ты отличилась, конечно, отличилась ты. Это же не пурим вроде бы, все, но ты сильно отличилась. Рахель Оля говорит, да это не я, я, это вообще не я. Вот то, что вот тут вот было после четвертой бутылки, это вообще не я, я не понимаю. То есть, я не помню, я не знаю, я так никогда в жизни не вела и никогда в жизни так вести не буду. И говорят, ну, может быть, Оля, но вот за витрину, которую вы разбили в магазине, да, и все-таки заплатить придется, потому что вы же витрину-то разбили, хоть это и не вы, а витрина-то разбита. Рахель Оля говорит, ну, придется заплатить за витрину, и вот она, значит, заплатила она за витрину. Но вопрос, после того, как она заплатила за витрину, и она об этом очень сожалела, и она не помнит. Вот стала ли она Рахель Ора после этого хулиганкой или не стала? Вот это большой вопрос. То есть, прикрепилось ли к ней ее поведение, и стало ли оно частью ее, или же когда она о нем пожалела, когда она заплатила за витрину, когда она сказала, что никогда больше пить шампанское не будет, и вот эта подружка полностью ее заплатировала во всех мессенджерах, телефонах, и сказала, все, я с тобой больше не общаюсь, потому что ты на меня плохо влияешь. Стало ли это частью ее или не стало? И вот, если я правильно понял ответ, что в Йом-Кипур проводится вся вот эта ритуальная часть этим козлом отпущения, чтобы показать себе Всевышнему, ну, в основном себе, вся Тора это для нас, Тора это не для Всевышнего. Он нам ее дал, чтобы мы с помощью Торы, заповедей и вот этой вот системы координат, которую нам рассказывает Тора, чтобы мы с помощью этого вышли на следующий уровень своей духовности. Да, про человека, который не пьет. Теперь, вот этот вот козел нам показывает, что я и мои поступки, это разные вещи. Что да, действительно, Всевышний послал этого Сатана. Эти Азазели, это два ангела, падших ангела, которые Уза и Азали, его звали, или Азазель, это два падших ангела, которые хотели доказать Всевышнему, что они спустятся в этот мир и не согрешат. И когда они спустились в этот мир, они стали еще хуже, чем люди, потому что они знали и про духовный мир, и про этот мир. И они, наоборот, стали доказывать, что люди, люди, то есть они как бы посылают вот эти вот все вожделения, все плохие мысли и так далее, это вот эти вот два ангела, которых называют Азазель вместе. В общем, этот ритуал, если я правильно понял, что мы в Йом-Кипур даем взятку Сатану, но это не взятка, это констатация того факта, что грехи и мы, это разные вещи. Что я и мои грехи, а это абсолютно разные вещи. Я вот слушал сейчас урок, мне очень понравилась эта история, что был такой нобелевский лавриат по экономике, я вот не запомнил его фамилию, он был основатель теории игр, нобелевский лавриат по экономике. И вот этот нобелевский лавриат по экономике, он всю жизнь, он был болен шизофренией. И у него появлялись видения, появлялись вот эти вот видения, которые он с ними боролся, он писал, там, ну, шизофрения, то есть у него в голове происходил какой-то совершенно, ну, не то, что существует в реальности. И в какой-то момент он научился разделять между собой этими видениями. И в этот момент он выздоровел. Так я слышал в этой истории, не знаю, насколько это правда, что он сказал, я и мои мысли, это разные вещи. То есть все, что есть во мне плохого, страшного, те мысли, которые крутятся у меня в голове, это не я. Это не я. И вот это вот отсылание грехов к этому Азазелю, это констатация факта, что мои грехи и я, это разные вещи. Я это чистая божественная душа, часть Всевышнего. Я это настоящий я, тот, с кем я себя отождествляю. Это вот та часть моей души, которая полностью соединена со Всевышним. А все, что есть даже в мыслях моих, негативное. Вот если слова Торы, я повторяю, выучил наизусть, Мишли, Перте, вот, слова Торы, это я, это мои мысли. То есть почему? А потому что я выбираю, что мое, что не мое. А вот то, что происходило там на Новый год, это не я. Это какая-то, это все, помните, как был Леонтьев, который играл в фильме «Царя». И он говорит, это не я, когда он отравить хотел. Это мои дены плохие. Это там бабушка, дедушка, это мои предки. Я добрейший человек. А все, что делается в плохого, то, что я делаю, это не я. Это какие-то внешние влияния. И действительно, действительно, вот в Йом-Кипур мы говорим, что я настоящий я, я чистый, светлый и святой. То, что я делал, это вот этот сатан, он это все делал. И мы ему обратно возвращаем все его поступки. То есть мы разделяем между злом, которое само по себе не существует. Зло в мире существует только как тьма, которая является причиной для того, чтобы зажегся свет. То есть свет, он реально существует. А тьма – это отсутствие света. Зло – это отсутствие добра. То есть его самого по себе его нет. Вот там, где нет добра, там есть зло. В общем, мы это все разделяем в Йом-Кипур. Так я понял, если я правильно понял эту мысль. Поэтому я не учу кабалу, потому что там все очень абстрактно и непонятно. То есть если в материальном мире физика Ньютона еще что-то можно понять, то в мире абстрактности, то там мы оперируем все время какими-то абстрактными терминами, которые нельзя потрогать. Поэтому это даже духовный мир – это более сложная тема, чем квантовая физика. Хорошо, но может быть вам звучит, может быть вам звучит это «Ботреба» не работает, значит мы сразу записали и будем чинить. Если не работает, может быть надо его перезагрузить, выключить и перезагрузить. И то же самое мы делаем в Йом-Кипур. Мы выключаемся и перезагружаемся. Я новый. Почему это звучит не безответственно? Это звучит очень ответственно. Моя душа – это часть Всевышнего, она чистая в любом случае. Все, что у меня запачкалось – это все не я. Это все не я, значит постирали, выкинули. Все. Хорошо. И давайте чуть-чуть у нас есть, осталось пару минут. Мишли. Сейчас мы посмотрим Мишли. Я специально сегодня, так как скопировал текст, вы можете посмотреть в канале Вейкера, прям текст 24 главы. И, значит, первый отрывок – не завидуй злым людям и не стремись быть с ними. Очень хороший практичный совет. Есть на первый взгляд злые люди, они хотят показать, они хвастаются, они обманывают. И они хотят показать, то есть их главная жизнь – это хвастовство друг перед другом. Поэтому они злые люди, они очень хвастаются. И вот когда говорится, вот злодей, и ему хорошо, это не факт, что ему хорошо. Он может показывать, что ему хорошо, а по факту ему вообще не хорошо. Поэтому вот здесь царь Самон об этом предупредил в 24 главе. Не завидуй злым людям и не желай быть с ними. Почему? Потому что о насилии помышляют их сердца, и, значит, и о злом говорят их уста. То есть они обманщики, злые люди, они аферисты. Аферисты, обманщики, ну, абсолютно это не стесняются. Теперь, а что делать нам? И вот дальше идет третий отрывок. Вот нам дали конкретные советы. Смотрите, вот у меня, там, например, я постоянно встречаюсь с разными людьми, которые со мной консультируются, как выстроить свою жизнь, как построить свою жизнь, все. В основном слушать никто не хочет. Поэтому я не люблю вживую разговаривать, а даю онлайн-уроки, видео-уроки и так далее. Потому что кто готов услышать, он услышит. А люди, которые приходят советоваться, они обычно настолько убеждены в тех своих способах жизни, которые им как раз и привели их куда-то не туда. Но при этом, когда им говорят, что, смотри, вот есть, вот шло Мамеллах, царь Соломон, он все сказал, вот Тора, вот заповеди, все, делай приятные пути Торы. Те, кто по ним пойдут, у них будет все, долголетие, благополучие, деньги, хорошее отношение с людьми, все будет. Делай. Не то, не так, не то, не так. То есть, кто хочет, все, вот все знания открыты. Мишли с комментариями, учись и все. Учись, все будет. И молись Всевышнему, он все тебе выстроит. Вот, это то, что я хотел сказать. Плохих, злых людей не слушай, они обманывают. Все, дорогие друзья, чтобы было всем рифуаш лыма, полное выздоровление, чтобы было благополучие и самое главное, чтобы мы учили Тору, соблюдали заповеди и Всевышний нам даст божественный свет, здоровье, тепло, счастье, хорошее отношение, все будет, потому что в Торе есть все. Запишите, пожалуйста, свои выводы из сегодняшнего урока. То, что вас зацепило, значит, вам какой-то инсайт. Нужно это фиксировать и как в саду семена, если начинают прорастать, нужно за ними ухаживать. Вот возьмите эти свои мысли, которые вас зацепили, и начните их делать, повторять, запомните. Возьмите какой-то отрывок из Торы, выучите наизусть, чтобы он у вас зашел в голову, и чтобы у вас мысли появлялись божественные мысли. То есть Тора – это божественные мысли. И чем больше у вас будет божественных мыслей, тем больше у вас будет божественных решений. Будет больше божественных решений, будет божественная жизнь. Чтобы у нас у всех была божественная жизнь. Все, всем удачи, успехов! Субтитры подогнал «Симон»